приветствую обзор анализ прогноз криптовалют обсуждение того что будет криптовалютами в россии в скором времени идут полным ходом и вот новые предложения о регулировании криптовалют выкатывает минфин они достаточно специфические но радуют то что хотя бы нет запретов если выделить коротко смысл того что они предлагают то можно сказать что они хотят из криптовалют сделать обычные деньги то есть сделать так чтобы люди хранили их в банках чтобы они были полностью подконтрольны и не было никакой анонимности но это еще не все что они предлагают если центробанк хотел полностью исключить действия российских банков то минфин наоборот предлагает чтобы криптовалюта ходили только через российские банки предлагают ввести идентификацию владельцев крипто кошельков к тому же они хотят разделить крипто инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных как это сейчас происходит на других рынках в спорт центробанка и минфина даже вмешали путина на что он толком ничего не сказал попросил их только прийти к какому-то единому мнению также минфин приплек себе еще и фсб заручился их поддержкой якобы даже для фсб будет лучше когда крипто будет подконтрольной полностью регулируем а они просто запрещено появляется легальная возможность отслеживать цепочки крипто транзакций и осуществлять их блокировку аресты конфискацию криптовалют а что же такое разделение на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов сейчас неквалифицированные инвесторы например в ценные бумаги должны проходить тесты для операций со сложными инструментами а их суммы вложения естественно ограничены также планируется сделать и с криптовалютами я думаю будет что-то типа в стейбл коины могут все инвестировать потому что они менее волатильны а для того чтобы купить даже bitcoin эфириум либо какой-нибудь ripple нужно быть квалифицированным инвестором и иметь соответствующие документы при работе планируется использовать сервис прозрачный блокчейн система анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта разработку которой летом двадцатого года предложил росфин мониторинг операторы обмена цифровых валют по замыслу минфина смогут обладать базовыми правами и работать по модели питу пи обменника или иметь универсальные права и работать по модели биржи то есть этот функционал планируется внедрить в обычные российские банки а кто будет все это контролировать естественно это будет и центробанк и минфин и росфин мониторинг и налоговая служба и мин цифры и генпрокуратура то есть все будут ковыряться в твоем кошельке и вот кстати росфин мониторингу понравилась такая идея они поддержали концепцию минфина по регулированию криптовалюты и сказали что это соответствует стандартам фатф мировым стандартам в сфере противодействия отмывания преступных доходов с надзорными органами все понятно они все согласны а что об этом думают обычные люди обычные россияне всем провел опрос людей касательно криптовалют и вот его результаты как относится россияне к операциям с криптовалютой 64 процента опрошенных хотя бы слышали о биткойне и только 17 процентов хорошо его знают еще больше людей 19 процентов вообще впервые услышали о биткойне во время этого опроса теперь речь пойдет о тех кто знает о биткойне тех 64 процентах даже меньше половины людей понимает что биткойн может купить любой желающий 42 процента 24 процента думают что нужно быть особенным чтобы купить биткойн и 15 процентов считают что вообще биткойн давно запрещен в россии к вопросу о покупке хотели бы они купить биткойн либо нет 81 процент ответил что не нужен им никакой биткойн и покупать они его не собираются желание приобрести высказала только 16 процентов опрошенных больше половины 56 процентов опрошенных считают что биткойн это неудачное вложение средств и только 22 процента считают это хорошим вложением 74 процента людей из тех кто слышал о биткойне заявили что никогда его не покупали и нет у них никаких знакомых даже не родственников не друзей кто покупал бы биткойн ну и что касается запрета опрошенные разделились практически на три равные группы те кто положительно примерно 32 33 процента те кто отрицательно такое же количество и 3 опрошенных вообще плевать на это им безразлично если же говорить о возрасте тех кто хорошо знаком с криптовалютами то это от 18 до 34 лет и больше половины из них естественно негативно относятся к идее запрета сделок с криптовалютами какой можно сделать из этого вывод даже среди тех кто знаком с криптовалютами нет единого мнения о том стоит ли использовать биткойн нужно ли его запрещать это говорит о малой осведомленности и они популярности биткойна в россии если вы считаете по-другому то значит просто вы общаетесь в такой компании которые как говорится в теме но вот так выглядит крипто рынок после того как федрезерв оставил процентную ставку на прежнем уровне 0 25 процентов крипто рынок сначала немного подрос но потом просел и в основной своей массе сейчас находится в красной зоне хотя проценты падения не такие большие наибольшее падение показывает вчерашний лидер монета waves минус 9 и 7 процентов остальные падали еще меньше за день ну а наибольший рост показала монета тетто фьюэл биткойн за последние сутки потерял почти 20 процентов шортовых позиций понемногу перестают его шортить ланге подросли незначительно плюс 16 процентов за 24 часа а что у нас со страхом и жадностью данный показатель немного упал сегодня цифра 20 вчера было 23 посмотрим новый индикатор на котором показывается популярность социальных сетях определенных монет а также настроение тех кто пишет о них за анализ берутся тематические каналы и паблики в разных социальных сетях и делается автоматический анализ bitcoin самая популярная монета позитивных настроений больше всего на втором месте эфириум также позитив преобладает и на третьем месте такая монета как хай стрит кто бы мог подумать что это за монетах давайте кстати посмотрим на ее график цена данной монеты просто летит в пол история на бирже бинанс не такая большая поэтому смотрим на coin market cap и видим что данная монета торгуется намного дольше чем она за листина на финансе был у нее pump в ноябре 21 года и после этого она снижается а недавно ее популярность вполне возможно связано с тем что цена пришла практически к самому началу откуда и начались ее торги данное падение кто-то откупает объемы есть но залетать в нее конечно же не стоит потому что может показать достаточно еще более низкие цены если смотреть локально со все больше и большим падением здесь формируется дивергенция на индикаторе движение потихонечку ослабевает однако же разворота на данный момент нет и ясно виден нисходящий тренд на дневках также здесь ничего оптимистичного нет поэтому если кто-то и слышал об этой монете то не торопитесь залетать у нее потому что она якобы подешевела она может показать еще более низкие цены только после подтверждения после подтверждения разворота можно еще как-то рассматривать ланге это со стопами потому что вот здесь была попытка разворота но снова слили и улетели еще ниже и кто поставил здесь стоп если кто-то торговал сейчас не находится в просадках и у него есть шанс откупить пониже эту или бы другую монету если и дальше смотреть на эти показатели то есть самых обсуждаемых монет выделяется вот такая монета реле она находится на 226 месте в coin market cap и бычье настроение у нее почти 45 процентов даже меньше большинство за негатив давайте посмотрим цена эта монета также летит вниз судя по истории она еще не пришла на свои самые низкие исторические минимумы лететь еще есть куда но если смотреть вот на бирже q coin здесь стоит отметить вот этот уровень тени откуда она стартовала свои торги на этой бирже мы как раз приближаемся к данному ценовому уровню вблизи него вполне возможен отскок наверх но пока здесь как и по предыдущей монете преобладают продажи и и гонит вниз здесь пока рассчитывать на какой-то сильный рост не стоит пока не будет подтверждение разворота да мы приближаемся к хорошему уровню приближаемся к середине нисходящего канала откуда происходил несколько раз отскок но я бы заранее не покупал дожидался бы подтверждение разворота о том что он в скором времени может случиться кроме уровня и канала также свидетельствует и вот этот индикатор он здесь нас формирует бычий дивер есть еще вот такой топ это те монеты на которых выросла социальная активность за последние сутки на первом месте бенби на втором интернет-компьютер парочка этих монет также можно посмотреть на бенби здесь особого обновления нет как в прошлый раз мы нарисовали здесь предположение что будет коррекция видео bc пока это все подтверждается идем все ниже и ниже и расчетная зона находится на предыдущих лаях в районе 228 если смотреть на четырех часах здесь есть отскок кому если прям срочно нужна эта монета и он верит в нее хорошая точка входа здесь можно зайти поставить стоп за основание но вполне возможно что пролив будет еще пониже пока здесь тренд явно нисходящий но а интернет-компьютер как раз таки дает нам в полной мере увидеть то что нужно ждать подтверждение разворота в последний раз когда мы смотрели эту монету движение пошло в коррекцию вот здесь была хорошая зона на то чтобы получить разворот 200 к скользящая была расчетная зона проторговка уровень здесь которые тестировали на истории как сверху так и снизу однако же подтверждение разворота и остановки не было которые я вот здесь нарисовал что нужно дожидаться такого движения поэтому покупок здесь никаких не было и что это за собой повлекло слом структуры и глобальное продолжение нисходящего тренда вот это все можно уже удалять разворота здесь не было покупок также не было что у нас сейчас обновили лаи х и по-прежнему ниже здесь также нисходящий тренд здесь пока рассчитывать особо не на что продолжаем движение в нисходящем канале и ожидаем подтверждение разворот идеально было бы еще раз дать снижение с перелое после чего здесь бы сформировалась дивергенция на индикаторе пришли бы как раз к середине канала и вот отсюда можно будет уже рассмотреть более такие уверенные ланге пока здесь также точки входа нет хотя социальная активность повышена и это связано вполне возможно с тем что мы как раз таки и пробили сломав структуру все сидят и думают что с этим делать но мы давайте посмотрим дальше bitcoin у нас за последние сутки показывает ликвидации почти 95 тысяч трейдеров вернулись так сказать к истокам лангистов ликвидируют побольше но чуть-чуть совсем больше чем шартистов 55 процентов лангистов и 45 шартистов забрали у всех почти 315 миллионов долларов grayscale решили затариться после вчерашней распродажи они купили монету мана они купили l5 bet link файл coin да и soul продавали совсем немного похоже на то что не только мне понравился рост на биткоине но и grayscale и они решили прикупить справедливо рассчитывая что с текущих уровней может быть разворот но и кто еще продолжает у нас откупать так это третий топовый кошелек 27 числа он прикупил еще немного биткоинов даже больше чем накануне в два захода 612 биткоинов и потом еще плюс 13 явно видно что на текущих уровнях он считает что может быть разворот до этого он покупал значительно меньше теперь он за два дня купил больше тысячи а если посмотреть статистику у тех кто имеет на кошельках больше тысячи биткоинов то их баланс но в этом развороте увеличился баланс здесь оценивается в долларах поэтому можно сказать что просто не не скидывали цена подорожала их баланс увеличился но это все равно неплохо потому что если посмотреть на предыдущие показатели например на вот этом росте их баланс уменьшался то есть они получается что продавали на всех ростах у них баланс шел вниз но стоит отметить также что и на проливах бывало так что у них баланс увеличивался то есть они здесь покупали и здесь на проливе они увеличивали баланс здесь покупать то есть на всем этом падении они периодически покупали продавали а вот сейчас они решили не продавать до этого на отскоках они сливали сейчас такого нет там мы смотрели именно баланс а если смотреть количество адресов на которых больше тысячи биткоинов то их не стало больше но и стоит отметить что их и не стало меньше количество примерно находится во флете что интересно перед разворотом летом их количество резко увеличилось прямо на дне вот видите коррекция закончилась резко увеличение тех у кого на балансе больше тысячи биткоинов и пошли наверх и по мере роста них сливали меньше таких кошельков становилась. Затем в сентябре на дне коррекции резкое увеличение таких кошельков, количество этих кошельков. Сейчас пока такого нет. Хорошо бы увидеть здесь также резкий рост. Но давайте еще посмотрим количество кошельков. С балансом больше сотни биткоинов такие мини киты относительные. Здесь также летом видим резкий рост. В сентябре плавный рост, а сейчас даже снижение. То есть мелкие киты предпочитают понемногу сливать. Крупные же киты, как мы видели, находится на прежних значениях вчера неплохо тряханула цену биткоина на важном событии теперь стоит ожидать завтрашний день 28 января будет экспирация фьючерсов там тоже может быть повышенная волатильность последняя пятница месяца также стоит обратить внимание еще и на опционы здесь что удобно можно посмотреть так называемую цену максимальной боли то есть это та цена при приближении который заставит страдать как лангистов так и шартистов это самая выгодная цена который по идее должен прийти биткойн для того чтобы наказать как можно выгоднее всех 42 тысячи долларов за биткойн на данный момент мы торгуемся 36 600 а это значит что выгодно сейчас немного погнать биткойн в рост посмотрим как будет на самом деле к завтрашнему дню вчера рассказывал о том что в твиттере макдональдс с илоном маскам обменялись взаимными шуточками по поводу доги койна и там макдональдс предложил чтобы тесла принимала в оплату гримаса coin такой монеты не было это была несуществующая монета однако кто-то быстренько подсуетился создал эту монету и она выросла на 259 тысяч процентов примерно такая же история была из монеты флоки и ну когда илон маск выложил фотографию своей собаки назвал ее флоки такой монеты не было но за 9 минут она появилась и теперь бодр шагает по всему миру скупая рекламу на футбольных формах на билбордах на гигантских площадках посмотрим как будет теперь с гримаса coin и если дальше продолжать тему тесла и илона маска то вчера у них был отчет на котором они показали рекордную годовую прибыль но нам важно не эта информация больше о том слили ли они биткойны так вот они отчитались о своих активах и можно выдохнуть спокойно биткойны они не сливали продолжают удерживать посмотрели сегодня несколько монет и завершаем обзор главной криптовалюты биткоином давайте глянем на часовике здесь движение больше похоже конечно на bc жку на завершенную коррекцию и в приоритете у нас снижение мы не смогли пробить скользящую двухсотку среднюю на часовике ушли вниз и сейчас у нас снова х и понижаются я пока отложу покупки биткоина лучше более надежный уровень присмотрю потому что сейчас возможен пролив с перелое данное движение больше похоже на три волны нежели на импульс хотя здесь так много шума в этом движении свечей что в нем можно рассмотреть даже какое-то подобие клина и это вполне может стать заходным импульсом как это неудивительно а bc жку вы видели а может быть еще и вот такой вариант как 1 2 3 4 5 и пока мы имеем три волны вниз что соответствует коррекционному движению если это так то практически с текущих уровней мы должны идти наверх при таких противоречивых движениях я бы пока посидел вне рынка а что касается клина третья волна короче 1 5 волна короче 3 ну и соответственно 4 короче 2 четверка заходит за основание огнерки пятерку нас вылетом из клина выглядит достаточно интересно я буду следить вот за этой скользящей средней на часовике посмотрю как будет вести себя цена при следующем приближении на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем удачи на торговле счастливо